Прокатись, садись. Просто идеальный классический вариант. 52, 51,7. Вчерашняя динамика и пугало. Мы не зря работали год. Сюда столько не влезет. 110. Снаряжение 110. 110? Отлично. Так, 950 получится. Это танкер. Ну давай, родимая. Ты залезешь, и у нас будет живым весом больше 1000 килограмм. Замывает. Смотри, как валится. Это результат этот. Ну, сказать, что хороший, ничего не сказать. Ну, как-то так. Друзья, всем привет. Мы для вас сейчас сняли, записали обзор, который вы сейчас посмотрите. Данный обзор нас тоже сильно удивил. И он в полной мере деклассирует и дискредитирует всех тех экспертов, которые утверждают, что многобаллонные лодки требуют мощного мотора, большой мощности. Едут только под 90-сильными моторами, везут мало груза. Вот, фрегат 480 серийный. Обычная многобаллонная конструкция. Посмотрите этот обзор, и в следующий раз, когда вам будут рассказывать сказки, можете скинуть ссылочку им на этот обзор. Внизу под этим видео вы найдете ссылочки на все наши соцсети. Кому сложно смотреть YouTube, плохо показывают, переходите на другие ресурсы. Также любая дополнительная информация находится в описании под этим видео. Все, кому интересны водометные лодки, это тема рыбалка, путешествия по катушке. Оставайтесь с нами на связи. Подписывайтесь на все наши каналы. Распространяйте, делитесь нашим видео, и обязательно отпишитесь в комментариях, после того, как вы посмотрите этот обзор. Мы продолжаем серию наших тестов, испытаний и обзоров на новые обновленные модификации лодок фрегат. Условно назовем модельного 25-го года. Вся линейка обновляется, еще раз на этом акцентируем внимание. И очередной обзор у нас присутствует Олег Замилов, генеральный конструктор всей серии изначально лодок фрегат. Приехал к нам спустя очень много, больше 10 лет работы. 12, да. И давайте сейчас тогда мы, без лирики, 480, обновленная серийная лодка с перечнем наших доработок на воде. Двигатель в режиме обкатки. Наш заказчик, Жень, привет тебе передаем, позволил провести ходовые испытания. И мы в этом обзоре кратко расскажем, повторим, наверное, правильнее сказать, о концепции этой лодки. Это что касается сборки. И у нас два параметра на тестирование. Это загрузка и кормовая осадка лодки в статике. Ну, соответственно, старт смели, мелкоходность. Ну, скорость посмотрим. Прокатись, садись. Вот идет просто классический вариант. Вот просто идеальный классический вариант по управляемости, по старту. Олег поехал покататься, просто прокатиться, почувствовать, понять лодку. Вот сейчас он на пустой лодке сидел один. Насколько прямой старт был. Просадка кормы нулевая, весь водомет, он наверху, даже в статике. Скорость очень хорошая у лодки. Надо, кстати, померить скорость. Скорость существенно выросла. Ну, вот с этой я справляюсь. Со вчерашней нет, а вот с этой нормально. А в каком смысле? Ну, вот понимаешь, вчерашняя динамика пугала. Газ слабая, которая или мощная? Мощная, мощная. Да, ну, понятно. На маленькой я вчера не ходил. А вот здесь, да, здесь динамика понятна. Напоминает мотоцикл, работая рулем и газом одновременно, добиваясь очень приятного такого вот результата. Старт, мы вот когда стартовал, Олег, мы обратили внимание, что старт прямой. Заметил, что нету? Вот об этом, кстати, вот следующий, можно сказать, блок обзора. Вот мы имеем осадку в статике. Это пустая лодка, и мы видим, что треть, да, больше, чем сопло-водомет, а улитка почти вся наружи. И это у нас дифферент, есть наклон, да. Мы вообще на этих установках планируем использовать интейки с добавочным углом атаки, как раз сопло будет еще выше. А теперь вот просто мы даем противовес носа. Ну вот, пол-водомета торчит на резонте. Да. То есть я к чему это говорю? Что осадка в лодке, именно осадка водомета относительно днища существенно стала выше. Мы его приподняли, весь блок и мотор. У меня возникает вопрос еще. С учетом того, как вы устанавливаете мотор, может быть, вытащить еще немного нижние баллоны дальше? У тебя они-то рассчитаны на установку глухую, на транец, а тут еще добрых 50-60 миллиметров есть. Нет необходимости, я потом объясню уже там на производстве, объясню почему. И одна из самых характеристик важных и востребованных в том числе, это старт лодки с мели. Это отсутствие кормового дифферента. Лодка должна тронуться вперед. Первое. Многобаллонное днище за счет вот этого рельефа и межбаллонных каналов, оно не всекается в камни, оно как бы в пазы камни попадает, и оно очень хорошо скользит. Оно при наезде на камень естественным образом пытается с него свалиться. Это раз. И мы когда газ даем, если у нас провала кормы нет, переднее поступательное движение, то получается у нас старт с мели отличный. И вот на этой лодке мы этого и добились. Я сейчас сяду сюда, Олег, сбоку посмотри, и Алексея просто вот в качестве противовеса попрошу рядом за перегородку сесть. И я вот два раза здесь стартану. Не в полный газ, мягко даже. Ну и в полный тоже. То есть старт прямой почти. Давай еще маленько вперед. Еще вперед чуть-чуть. Опа! Держись, держись. И получается, как следствие, у нас очень низкие обороты, на которых лодка может поддерживать глиссирование. А это... Это особенности ФМКи прежде всего. На винтовом варианте эта тенденция также присутствует. И за что у меня много раз говорит, а она не встает на колбу. Она как встала, так и поехала. Да, да. И... А вот эта характеристика как раз плоскодонных лодок, там Solar Superjet у нас на рынке есть, да, такие чисто классические плоскодонки. Выдра Sherpa. Это прямой старт. Мелкий старт. И здесь вот видно, что мы очень легко балансируем лодку загрузкой. А мы сейчас еще один тест сделаем, Алексей. То есть даже с загруженной кормой мы имеем очень легкий выход на глитер. Минимального поступательного движения достаточно, чтобы даже с прижатой кормой лодка отлично стартовала. Вот на этих параметрах, по которым, скажем так, предыдущие модели проигрывали современным лодкам, мы их подтянули, откорректировали, исправили. Предварительно скажу, результат получили даже более ожидаемого. Сейчас прям протестируем, попробуем все вам показать. Ну, это четвертое поколение, грубо говоря, вот этой лодки, если считать уже специализированные водометные лодки. Предыдущее поколение сколько, три года жило, да? Вот благодаря Виталию мы в прошлом году начали эксперименты, и в этом их завершили. Это уже, в общем-то, серийное абсолютное изделие. Все, оно выпускается серийно с весны этого года. Считаем. на 22 литра 22 килограмма мы это взвешивали это 660 килограмм получится правильно мы тогда все их сейчас складываем и 10 килограмм у нас 15 литров бензина стоит условно 10 килограмм получим 670 на старте наверно с этого веса плюс я и начнем да поехали грузим вот так вот в лодке выглядит 6 120 на 2 130 литров бензина то есть три под баком 2 по канистрам и лодка еще абсолютно пустая свободно закладываем дальше сюда столько не влезет вот так вот выглядит в лодке 660 литров бензина это танкер а это танкер но я сейчас ходил на борт брал один на 520 580 плюс вещи по полной так сколько я с тряпками 86 87 сколько не 680 давай 86 по минимуму возьмем до минимуму давай 86 86 значит 660 бензин 670 и 86 746 правильно насчитал до 750 килограмм 750 она летит она летит ну что добавим тушку конструктора ну что добавим тушку конструктора кто давай олег на взвешивание давай 94 94 нормально да сколько 94 а это чё сок так значит давай так 746 плюс 94 840 килограмм ну 6 и 4 840 до будет добро пожаловать 4000 удач 950 килограммов путешествия снижение удачным уверенный стабильный ход реально стабильный ход по течению но выход мы уже имеем это сейчас листья попали я скинул а уже здесь подвязла в маневре лодка вязнуть начинает но держит на большом радиусе и выход на глубине долгий через мель выскакивает отлично на весы пожалуйста 110 снаряжение 110 отлично так 950 получится 950 меня заберем тоже поеду потом давайте да давай нет ты можешь уже по весу не пролезть а если пойдет а что если пошевелись маленькая нормально ты покушал волка 90 но я 88 до 89 это тяжелый так но это уже у нас запредельные веса 950 килограмм так ну пойдем давай 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 послай 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 а ведь выйдет 950 килограмм так получается 950 килограмм мы можем поднять через мель и хорошем режиме поддерживать не вязка но при переходе на глубину корма начинает вязнуть но перемещаться с этим грузом при этой погоде этих оборотах кстати надо обороты глянуть там что-то 5400 китайская насадка вполне себе можно мы ходили намного хуже и медленнее когда лодка идет слав сколько вес 87 87 так это чё нам получается надо две канистры вытащить будет минус 84 останется не давай одну вытащим ты залезешь и у нас будет живым весом больше тысячи килограмм и через мель если мы выходим это абсолютная победа одну канистру слав на нос досядешь наверное бедная лодка так 950 минус 20 930 плюс 87 1017 килограмм грубо до тысяча пятнадцать тысяча двадцать больше тонны только полезной загрузки не считая подчеркиваю ни оборудования ни полы ничего ни консоли ни рамы мы взяли ну что пробуем ну давай родимая да выходит она выходит выходит и она пошла а она пошла тысяча пятнадцать тысяча двадцать килограмм полезной загрузки ребята мы едем с загрузкой одна тысяча двадцать килограмм полезной загрузки бригад четыреста восемьдесят на глубине сваливаемся в переходный режим вот на глубоком берегу идем пятнадцать шестнадцать километров в час на мели двадцать идем да ну вы идем больше течения шестнадцать вообще стабильно держится штурмуем порог идем идем с такой загрузкой вот этот свал течения мы его все равно давим рассекаем до стоячая вода тринадцать километров тринадцать да тринадцать идем сейчас разгонимся выйдем сейчас на мелкой воде у нас там получается берегом глубоким против течения шестнадцать да мы шли максимальную восемнадцать развили нет это там на косе восемнадцать двадцать потому что по мели прямо она где там двадцать тридцать сантиметров она прямо уверенно идет но глубину значит глубину и сильное встречное течение а нас и стабильно идет давит сколько восемь десять километров в час вгрызается самый сильный порог мы прошли где-то на шесть-семь километров порог шесть-семь да ну вот сливчик под скалой да с барашками самый сильный был ну что это это результат этот ну сказать что хорошее ничего не сказать это живая тонна плюс замывает смотри как валится да на этой загрузке уже а мы в воронку попали воронки как раз да вон видишь смотри борт да замыло на повороте вот попали уже с такой загрузкой вот в эти водовороты и борт замыло перегруз для корпуса но такое ощущение что забился водозаборник давай почистим подожди-ка я о камень конечно в малейший камушек попадает или веточка в заборник и уже теряем тягу да опа-па-па-па так Олег нос не удержал держим-держим камень да? да там засел один неприятный еще и не один так все заскакивайте 17 километров в час идем 17 километров в час 18 все пошли 25 километров в час по течению 25 18 вверх 25 вниз на глубине полметра 40-80 сантиметров вот сразу же скорость и лодка присаживается когда мы выходим на глубокий участок и при выходе на берег мы снова поднимаемся сейчас замерим скорость давай-давай-давай выходи пошла все встала сейчас разгонимся а что там? 23 25 26 27 28 да давай 30 ну вниз 29 давай 1 километр 29 давай давай 30 есть 30 стабильно идем берегом вниз ну что Олег я вас поздравляю 1015 килограмм будем все округлять вниз полезной загрузки чистой полезной загрузки не считая оборудование консоли по реке нам удалось не только поднять но и покататься подняться примерно там ну вот метров 700 в режиме съемки 500 вверх вниз кружочек сделать в завод зайти и мы нигде не встали ни на каком участке мы не встали самая низкая скорость на самом быстром глубоком течении вверх стабильно давила 8 километров в час вот вниз по мели до полуметра полметра мель 30 до 30 идем вверх 18 километров уверенно ну что это победа господа проловайте свои лодки теперь 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 вот эта лодка идет мелко и везет много ну как то так тонна груза это такая некая в сообществе эфемерная цифра ну да если лодка тонну даже чуть-чуть приподняла даже если чуть-чуть через мельчок вышла на глиссер и чуть-чуть проехала это считается порог некий порог вхождения это считается очень хорошая лодка вот ну то что мы сейчас задокументировали не просто это взвесили а задокументировали это больше тонны вес с которым мы можем оперировать прямо прямо можем оперировать но мы не рекомендуем никогда так делать с такой загрузкой ходить потому что уже идет замывание борта идет уже переходный режим берег да мы ходим на самом деле с такой загрузкой больше но первое время когда мы двигаемся надо идти берегом пока какое-то расстояние мы сожжем часть топлива пройдем на какое-то расстояние через которое уже можно выложить и пустые сожженные канистры и назад а когда мы выкладываем уже даже 100 ну 100-150 кг мы уже поехали поэтому у нас здесь в Сибири в водометном сообществе есть большой запрос на грузоподъемные лодки экспедиционный режим он предполагает хождение далеко по рекам реки в своем большинстве мелкие кстати вот этот участок я еще раз акцентирую момент на нем вот мы вышли все реки они имеют конечно же косы да они мелкие большинство но есть реки где большие вот там вот имитация где вода валится да вот барашки маленько и глубоко то есть с загрузкой более тонны лодка садится она но вот одна из особенностей многобаллонной лодки это то что она даже в водоизмещенном или в полуводоизмещенном положении продолжает сечь и давить вот те кто штурмует лодки по порогам ходят они знают что если лодка вгрызается она давит 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 и мы точно так же видели что с полной загрузкой мы все даже слава в лодке мы встаем в этот свальчик на глубине и она просто со скоростью 8 км в час его продавливает вот и причем лодка стала немножко же более обжатая она стала чуть чуть 30 примерно миллиметров да ну не существенно но для лодки каждый сантиметр существенный а как это примерно минус 30 миллиметров поэтому Олег давал 700 килограмм я спрашиваю сколько сколько это на что ставку ставишь 700 дальше не знаю не понимаю что происходит ну вот что происходит все как результат офигенно офигенно мягко говоря тонну тонну есть такие ну как-то на последние усрачки я подозреваю что это может быть рекордным в размере потому что мы прямо можем ехать с этой загрузкой и где-то часа 4-5 сжечь топливо и она пошла 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 и пошла ну да хотя бы килограммов 100 сбросить и она уже начнет переставать вязнуть 30 канистр по 22 литра это 3 бочки бензина 200 литровых по объему 3 бочки 200 литровых и 60 литров то есть 3 бочки железных 660 в переводе веса на воду 660 килограмм взвешенного веса ну и вот и мы четвером это все едет еще одну особенность которую вот мы добиваемся уже отклейкой сейчас покажу это то что лодка в глубоком маневре при повороте двигателя сохраняет упор то есть нету срыва потока и 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 ну можно сказать уникальная особенность вот этого корпуса но вот мы лодку для испытаний все-таки чтобы потенциал корпуса нащупать установили там риданы там все это отклеили как положено но иначе мы просто не узнаем потенциал ну и хочется тоже сказать нашим ну подписчикам кто обзоры смотрит все-таки мы по большей части показываем хорошо подготовленные лодки серийные лодки которые мы без доработок без каких-то и характеристики могут отличаться сейчас нет такого что заводы выдают это скажем так в собранном виде это ну наш с вами продукта лодку это вы завод до производит и каждый завод производит ну и выдает потребителям серийные корпуса которые но вот некими усредненными характеристиками обладают и все равно все бегут в сервисы там собирать настраивать такая вот тема то есть но мы вот постарались конечно и нам интересно именно по верхней планке нащупать ходовые якорная лебедка консоль сидения рама торга это ничего ли ничего лишнего кстати вариант лодки где нет ничего лишнего и даже рама это не лишняя да даже лебедка это уже экстра опция вот поэтому вот внешне форм-фактор если мы скажем вот такой уже в нашем стиле сделанный это знакомо как ну чё как довольны не а вот замечательно довольно жаль в нашем регионе пользоваться такой негде как это а давай посмотрим скорость и песку взять у меня телефон есть надо как-то это снять а у меня есть камера с собой мы на его поедем до снимем ты сбоку нас до снимешь давай посмотрим просто и на этом закончим замеряем скорость лодки fregat 480 fm джет два человека в лодке по течению и против течения посмотрим 38 километров в час идем против течения 37 лодка на дистанции подчеркиваю что на дистанции у нас всегда скорость ниже потому что перед придавлен против течения по перекату 35 38 километров в час идем в зависимости от скорости от скорости от скорости течения сейчас вниз посмотрим 52 51 и 7 51 50 51 49 километров в час вот сейчас на мель выйдем 48 47 38 вплоть в течение моим ощущением дофига значит минимальная скорость в полный газ против течения ветер какой 35 36 километров в час 37 38 где там чуть ряд не то то есть это стабильный минимум скорость с двумя пассажирами два пассажира и на дистанционном управлении то есть за 40 мы перевалим на румпеле однозначно я думаю больше чем засуга больше чем за 40 на румпеле теряем минимум по ощущениям 3-4 километра как минимум если не 5 но я от нижней говорю планки даже от нижней перевалим засовок от нижней перевалим да потому что два человека минус человек и румпель сразу же уходим туда встаем на пятку и нелинейно прибавляем а вниз мы идем аха стабильно 50 плюс километров в час 51 52 и это меркури тахацию 700 кубовый трехцилиндровый полтинник поэтому скорость показатели скорости на этой модели по верхней планке если не по предельной но мы их уже кстати на других моделях и спешки протестировали мы уже поняли что скорость тоже по верхней планке поэтому загрузка по верхней скорость по верхней я еще раз поздравляю показали все что могли я показал и рассказал не только вам но и познакомил олега главного конструктора с тем чем мы тут занимаемся что мы тут делаем с вашими лодками поэтому наконец-то у нас получилось вас вытащить большое спасибо